Здравствуйте, мои дорогие! Сегодня пятница, 5 августа. Ой, сегодня ровно сороковой день, как вот я обещала Господу и в отсутствии на Духу Святому, при честь Акафиста, 40 дней, вот Акафисты, в память моего пережедшего усопшего брата, Степ, сводного брата Сергея. В общем, ровно сорок дней назад, это было и в воскресенье, я узнала, что Серёжа ушёл на тот свет. Я не знаю до сих пор подробностей, мне никто не написал, никто не известил. В общем, для меня это был, конечно, удар, это произошло 15 мая, я ничего не знала за 42 дня. И вот когда я узнала, ну, это для меня лично, вот я как бы пообещала вот вычитать в честь памяти души Сергея, потому что если бы я знала с первого дня, когда он умер, я не знаю, я не знаю, что случилось, я понятия не имею. Это единственный человек, который вот выжил из нашей материнской утробы, я и мама, мы сводные, то есть у нас разные отцы. Вот, но для меня он был и есть. Вот, знаете, для меня здесь, на этой земле он умер, но душа, я верю, что душа, она не умерла, и наша обязанность живых, особенно самых близких, вот родных. Ну, смотрите, мы вдвоем находились в одной материнской утробе. Дело в том, что, ну, кто еще может быть роднее? Душа у нас у всех разная, Господь дает душу, нас создает Господь, нас создает не... Ну, женщина и мужчина передают свои эти клетки, а вот душу вдыхает только Господь. И душа сейчас, вот, я не знаю, стоит ли еще вот перед Господом или нет, вот все это, вот мои размышления, вот 2 минуты 26 секунд. Но я уверена, да я уверена, вот мне Господь положил на сердце, что это будет очень полезно, это правильно. Когда люди молятся о усопших своих, и ведь есть суббота, родительский день, а это не просто вот родители, которые вот живы, а это именно день усопших ваших близких. Конечно, вы можете молиться за всех, за всю землю, вот, за всех людей, которые перешли в мир иной. Но первая обязанность, я к этому пришла, что мы молимся за своих близких, вот, те, кто вышел из одной утробы или по крови родные. У меня их не так, у меня их очень мало, этих родственников по крови. И так получилось по жизни, так люди распорядились своими жизнями, мои предшественники, то есть мои эти вот родители и там бабушки, дедушки. Все могло быть по-другому. Ну вот, выжившие из материнской утробы, я осталась одна. И для меня Сережа всегда была, у нас разница в 13 лет, это огромная разница, больше я ему как мать. Я себя, ну, реальности, да, конечно, я сестра, но вот я себя чувствовала ответственной здесь с самого детства. Так получилось, что мать оставляла меня все время с ним и очень часто, очень часто. И даже уезжали они в поездки в Сочи, на долгие поездки, и на неделю уезжали, и на месяц уезжали. И Сережа был маленький, и мне приходилось, я была подростка, и это было очень ответственно. В общем, воспоминания, что до сих пор вот мороз по коже. Убежала на один раз, и в общем, были всякие приключения. Конечно, вот сейчас его душа освобождена от тех вот, от тела, от тех вот ус. Дело в том, что он с 14 лет, у него началось психическое расстройство, у него был диагноз шизофрения. И у него были эпилептические припадки, вот, но это не с самого детства, где-то с 14-15 лет, но оно началось именно расстройством психическим. Началось, первые признаки были, что он искал волшебное мыло. Вот, потом его стали забирать вот именно приступом, у него начались эпилептические. Ну, асна, первое вот, то, что началось, именно психическое расстройство. Так вот, к чему я вот посвятила вот все вот это видео, вот эти пять минут. Вот, а что сегодня, вот именно сороковой день, вот когда я вычитываю, вот я прочту Акафе Сеоргию Радонежскому. Сережу крестить, когда ему было вот 10 лет полных, это я предложила моей маме, чтобы покрестили вместе, потому что я собралась крестить своего старшего сына, на которого все беды сваливались, ему еще не было полного года. Крестили 8 мая, на материн день рождения. Ну, я так выбрала, опять же, я выбрала. Ну, и я предложила маме, если хочет она, чтобы покрестили Сергея. И, да, крещение произошло, то есть их крестили в один и тот же день. И так получилось, я не знаю, кого-то моя мать приглашала, но такая путаница получилась. Вот если Артуру вот сейчас в этом году исполнилось совсем недавно 30 лет, а тогда ему еще не было одного года, то есть ему было ноли лет, но если он 14 июля, вот на 8 мая, там 10 месяцев ему было. И даже еще не было 10 месяцев, 9 месяцев. И на него столько вот бед сваливалось на моего ребенка, что я решила его покрести, то есть поставить защиту от Господа. Господа. Поставить защиту, да, от Господа, чтобы Господь вот поставил защиту над моим ребенком. И произошло, что человека, который я пригласила в крестное, Артуру, с работы не отпросился. И был вообще его, этот вот, father-in-law, это отец его жены, у которого было то же самое имя. Поэтому, когда произносили, что вот Сережа крестный моего Артема, Артура, вот я его называю Артем, потому что я, я даже не знаю, каким именем его крестили. Вот, я не знаю, каким именем крестили Артура, и архивы сгорели в Одессе, в этой вот, в церкви. И, или Артем, или Артемий. И, смотрите, это, это просто потрясающий человек, как три Сережи. Значит, Сережа и Артур, это крещаемые. Пригласила я Сергея, вот, для, для моего сына. Это молодой человек, это муж, вот, моей одноклассницы. И у них был один ребенок, и я сознательно, вот, пригласила его. Он, я не знала, что он отказался, и там, доказался, я знаю, что от креста не отказываются. И, получилось, что держал отец вот этой одноклассницы. Его тоже зовут Сережа, в общем, два Сережи. И он и держал, и Сережу, моего сводного брата, и моего старшего сына. Ну, в общем, ой, Кристина, Кристина, и молитвы, молитвы, православные, я православный человек, вот, уже семь лет. Вот, испытания, много испытаний, вот эти сорок дней, вообще, вот, почему вот я держу эту книгу, это Акафисты. И, почему именно вычитываю Сергию Радонежскому, потому что, вот, отец Сергей, то есть, крестный, держал двух ребят, вот, моего Артура и сводного брата, тоже Сережу. А то, что Сережа отказался от креста, молодой, а я бы никогда не пригласила дядю Сережу, цар своему небесный, ну, потому что выбор крестных, это очень серьезное такое дело, и я не просто так выбрала, вот, Сережу, именно, мужа моей подруги, потому что, вот, доверяла. И, смотрите, на сороковой день после смерти моего брата, ровно Бог спасает мою Дженнифер, нашу Дженнифер со Стивом, на сорок второй день, вот, в пятницу он спасает, а сегодня опять пятница, я просто еще и пащусь сегодня, и пост, и вот, завершу сороковой день вычитывать Акафисты за его душу. И о воскресенье я узнаю, и вот я сорок дней, потому что для православных очень важно, особенно, куда пойдет душа, и вот, особенно помогает, я считаю, что помогает душе, когда, вот, очень близкие люди молятся, самые близкие молятся, потому что у нас с ним, вот, кровное роство, не полностью кровное роство, не по маме и папе, а вот по утробе, вот, мы были в одной утробе и питались через, вот, вот, те же соки, через, вот, через, через одну и ту же женщину. И я считаю, что это очень важно, потому что Иисус Христос пришел именно через утробу, не через пробирку, а через утробу Девы Марии Богородицы, и о том, что мы, вот, женщины, у нас, вот, утроба у нас, значит, есть вот этот домик, в котором хранятся детки, вот, вообще, вот, там, 9 месяцев, ну, некоторые, получается, там, как бы, Бог распорядится, и 7, и 8, и вот, по-разному. И, ну, вот, мы, Сережа, вышли из одного домика, и очень-очень тяжело, что его нету в том плане, и, с другой стороны, ой, царствие небесное его душе, а сегодня, вот, 40-е дни, когда я вычитываю вот этот Акафист и царство небесное его душе.